Всем привет! Сегодня создал свой айсбек Брау Старс, и мы досудим, насколько же он глубок. Присаживайтесь поудобнее, и всем приятного просмотра. Первая часть Поднебесье. 140 мегаящиков за 179 рублей. Эта акция была во Греции больше двух лет назад, и она подержалась в магазине всего 10 минут и была удалена. 49 мегаящиков за 49 гемов. Эта акция также была быстро удалена и была на аккаунтах новичков. Ютуберы по БС. Если что, я покажу только популярных ютуберов. ММА, Холди, Картфол, ЛЮ и многие другие. Удаление ящиков. Разработчики удалили ящики 12 декабря 2022 года. Многие игроки после этого ушли, а некоторые остались. Вторая часть Мелководия. Если что, это маленькая часть, так что простите. ВКБ РЛ. ВКБ РЛ это загадочная атмосляция, создана разработчиками игры Брау Старс. Также называют Радио Стим или Заводство Сетс Херос Ю. 16 сентября 2021 года трансляция закончилась. ЦЦТВ это камера и видеонаблюдение за Старпарком. Многие ютуберы снимали про это все видео. А если ввести секретный код, то вы могли увидеть Леона без капюшона. Илка Пауманен. Илка был финским предпринимателем и основателем компании Суперсел. Илка родился 16 июня 1978 года. Сейчас ему уже 45. 12 июля 2017 года билеты были добавлены в игру и позже удалены. Билеты можно было выбить или получить на пути к славе. Кстати, когда билеты удалили, игрокам дали компенсацию в виде венов. Баги. Раньше в игре был баг, из-за которого игра вылетала. Этот баг был связан с карманом и его гаджетом. Было два способа его повторить. Либо в осаде, когда у вас летит пуля, вы вылетите на гаджете игра вылетает. Либо в шеде, вам нужно прожать гаджет. В итоге баг был по фикшену. Удаленные и измененные гаджеты. Старый гаджет Тика назывался запасная мина. Тик делает быстрый рывок, оставляя за собой одну мину. Но старый гаджет вольта назывался скачок напряжения. Вольт просто трепортируется на небольшое расстояние вперед. Но так это был очень умовый гаджет. А сейчас гаджет на вольта просто улучшает его на второй уровень на 10 секунд. Третья часть. Глубокие в обе. Третьи пассивки. Когда-то комьюнити думал, что добавят новые пассивки. Но их и так не добавили. Тайны Старпарк. В одном из обновлений добавили камеру в меню. Про это тоже снимали сегодня многие ютуберы. Но позже в декабре камера была удалена. В этой камере можно было увидеть лица браузера, который нам неизвестен. Выкуп Суперселла. Татайская компания Тенцет выкупила Суперселл за 8 миллиардов долларов. Удаленные или эксклюзивные скины. Сейчас я перечислю несколько недоступных скинов. Гвардеец Кольт, Дуэлянт Кольт, Корсар Кольт, Ганфайтер Кольт и все скины футбольной команды. Еще хочу выделить такие скины, как Мальфисанта Калет и Звездная Шелли. Интересный фактор. Заработчики хотели вернуть эти скины в магазине, а так и не вернули. Третья часть. Бездна. Страшный Бравл Толк. 8 марта 2021 года на канале Бравл Старс входит Бравл Толк. Но этот Бравл Толк был странным и загадочным. Многие снимали про него теории. Там было несколько страшных моментов. Вот несколько странных моментов. Страшный Бравл Толк. Бравл Толк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая вот была интересная игра. Бравлер Хун. Вот как он выглядит. Кстати, вы ничего не заметили? А если так? Да-да, как вы поняли, в этой мини-игре был именно Бравлер Хун. Хун должен был быть грецким бойцом. Лор Старпарка. Мы уже поняли, что происходит в Старпарке. Мы узнали, что работники Старпарка, так сказать, в заложниках. Мы поняли, что в Старпарке происходят странные вещи. Спарк Студиус. Спарк Студиус это компания людей, занимающихся анимацией по Бравлу. Спарк Студиус создали плоту и стекли тайны Старпарка. К сожалению, этот проект не разрабатывается, но зато на канале выходят анимации. Ну и мой подошел к концу мой айсберг. Это был долгий путь по теориям и по фантому БС, но вы справились. Подписывайся, если бы понравилось видео. Смотрите мой прошлый ролик по подсказке в правом верхнем углу. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.